Здравствуйте! Вы, конечно, знаете, что я семейный психолог и помогаю разбирать ситуации в семье. Вы подписывайтесь на канал, обращайтесь ко мне по скайпу. Но вот сейчас я хочу говорить о семье, о праздниках в семье. Но посмотрите до конца, как я поверну и в какую сторону поверну этот наш разговор. Разговор о семье. Ведь мы все прошли семью в детстве. Кто-то из вас имеет свою собственную семью. Кто-то уже не раз имел собственную семью и каждый раз удачно. Но я хотел бы вас спросить. Вот семья готовится к какому-то большому празднику. Приглашает гостей, близких родственников, далеких друзей, свекров и теща. Готовясь, мы прибираемся. Мы сами себя приводим в порядок. На стол накрываем, ну, как говорится, то, что в быту и часто не едим. Приготовились. Все нарядились. И вот заходят гости. И жена с порогу говорит. А мой муж, гаденыш, все время лежит на диване и пиво пьет. А по субботам за гаражами с друзьями в какие-то железки играет. Муж очумел и говорит. Вы не смотрите, что у меня жена сейчас такая наряженная. Я сам удивляюсь ей. Она такая уродина. Вы посмотрите, какой у нее зад. А там целлюлит. Я вам точно говорю. И это он рассказывает своим друзьям. А детишки говорят. Ах, мы то-то натворили, мы то-то натворили. И вытаскивают из шкафов спрятанные грязные вещи. А потом садятся все за стол. И жена говорит. Вот муж. Пошел. Я его послала за спиртным. Так вот, он накупил то-то, то-то, да еще с друзьями позавчера напился. Поэтому у нас и мало водки и коньяка на столе. А муж говорит. Так вы не смотрите, что она приготовила. Это она все в кулинарии купила и заказала. А так-то она больше варит, не умеет котлеты пережаривать. А теща, мать ее, вообще ничего не умеет. Немножко, наверное, утреваю. Но если вы посмотрите на семейные отношения, то мы в отношениях друг с другом вытаскиваем грязное белье, тыкаем грязными носками в нос, немытыми кастрюлями. Мало того, с подружками, с друзьями обсуждаем. И говорим, как плохо я живу в семье. У меня жена-то это очковая змея, а мой муж-то козел, да еще рогатый. А я вас спрошу, вот лично вас, те, которые сейчас смотрят, может быть, они пьют кофе, чай. Вы посмотрите в свою чашку. А там мухи ползают, еще что-то. Вы будете пить этот чай. Вы будете жить в такой семье, где люди друг на друга помои выливают. И вспоминают. А вот ты-то тогда-то, пять лет тому назад, сделал то-то, а ты не сделала это. Я не буду дальше приводить примеры вот этого базарного разговора внутри семьи, наружи, про семью. Мой-то двоечник вообще ничего не умеет, не делает. А ребенок сидит за углом и слушает, как про него плохо говорят. В такой семье хочется жить? Я не уверен. Потому что это все равно, что вам подадут блюда и будут говорить, что там плохо, а там просроченный продукт, а там он валялся на полу. А разговор я завелся сейчас к тому, что последние двадцать лет больше до девяностого года вот эти дермократы, которые кричали «Свобода все сделает!» «Рынок все установит!» Обсирали мою семью, мою Родину. Да, муж в семье носки разбрасывает. Ему лично скажи. Да, жена что-то поправилась, помоги ей. Да двоечник, сядь ты с ним в бывшие уроки. Это твоя семья, ты должен здесь работать. Работать над проблемами, работа над ошибками. Исправляй, копай в конце концов. Нет, мы будем говорить, как тут плохо, а там хорошо. Да посмотрите, как там, вы не видели, не были. Жалко. Так что запомните, товарищи мужья, чужая жена не краше вашей. А вы, женщины, запомните, что чужой муж не добрее, не щедрее и не нежнее. Работайте над своей семьей. Вы же создали семью по любви, а моя Родина – это априори, безусловная моя любовь. И вот сейчас, в преддвериях такой даты Олимпийских игр в Сочи, я вам реплику скажу про это. Но сейчас мы говорили про семью, про то, что в этой семье, в которой скандалы, склоки и поливание грязью не будут хороших отношений. Иногда нужно того котенка, который гадит по углам, вышвырнуть из этого дома и вымыть углы. Смотрим дальше. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я вас люблю. Вы – моя семья. Моя Родина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!